Сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно правильно ухаживать за волосами в зимний период и на какие моменты и нюансы нужно обратить внимание, чтобы в результате волосы не были таким пушистым ореолом вокруг нашего лица, не были ломкими, а были здоровыми и блестящими. Меня зовут Слава, вы на моем канале, а мы начинаем! В сегодняшнем обзоре я не просто буду рассказывать, я покажу продукцию, которой я лично пользуюсь в зимний период, как я ухаживаю за волосами для того, чтобы кончики не были пересушенными, чтобы волосы не были ломкими, чтобы они выглядели здоровыми и блестящими. Самое первое, с чего я начну, это, конечно же, очищающие средства, шампунь. В зимний период я обращаю внимание на шампуни, которые не содержат масла, а которые имеют увлажняющий эффект. На данный момент я пользуюсь шампунем от бренда Estelle, который из серии «Водный баланс», потому что в этой линейке есть несколько ухаживающих продуктов. В составе у этого продукта есть сок огурца, алоэ вера, гиалуроновая кислота. Не думайте, что ваши волосы не нуждаются в увлажнении. Есть просто люди, которые считают, я их мою водичкой, значит они увлажнены. Нет, это не совсем так. Здесь являются такие компоненты, которые вязкие, которые как бы липнут к вашему волосу, потому что кутикула это то, что такая чешуйка поверх волоса, которая, когда мы сушим феном, очень быстро высыхает и начинает как бы топорщиться, за счет чего волосы очень сильно начинают путаться. Если же кутикула увлажнена, ее намного легче уложить. Если же кортекс волоса, это то, что находится внутри самого волоса, увлажнен, ваши волосы выглядят здоровыми. В этот зимний период, когда идет отопительный сезон, и мы выходим с помещения, где пониженная влажность, выходим на улицу, где холодно, морозно, либо наоборот повышена влажность, обратно идем в помещение, где сухо, горячо, волосы, как и кожа лица от этого очень сильно страдает. Поэтому я бы советовала очень сильно обращать внимание на то, насколько ваши ухаживающие компоненты хорошо увлажняют ваш волос. Это первое правило, на которое вы должны обращать внимание при уходе за волосами в зимний период. По поводу самого шампуня Эстель, он очень мягкий, его не нужно в большом количестве, он прекрасно очищает кожу головы. За счет того, что в нем есть увлажняющие компоненты, он мне в первую очередь увлажняет не только волосы, но также и кожу самой головы. Это тоже важный аспект, особенно если вы обладатель такой кожи, как у меня, кожа, которая склонна к жирности. Следующий продукт, это тот, который я уже показывала в прошлом году. Это уже продукт, который является моим абсолютным мастхевом при уходе за волосами в эти холодные и неприятные периоды. Это идет кондиционер от бренда OGX. На самом деле эти кондиционеры имеют несколько вариаций, с разными там эффектами, я же все-таки отдаю предпочтение именно данной версии в черном цвете. Это кондиционер идет с маслом ореха кукой. Это обалденнейшее средство. Вот это масло, оно точно так же является хорошим, увлажняющим компонентом для наших волос. Что мне нравится в этом кондиционере? Когда я им пользуюсь, мне для волос не нужны никакие дополнительные уходовые маски, от слова совсем. Сам кондиционер, он по консистенции очень плотный, как такой баттер, действительно очень плотный. Его я наношу хорошо на волосы, оставляю где-то на 10 минут, после чего я его смываю. И волосы становятся такие слегка утяжеленные, что в зимний период я наоборот приветствую. Если же говорить о такой легкости и воздушности волос, я это приветствую больше в летний период. А вот в зимний, мне хочется, чтобы они были более такие, как бы вместе собраны, чтобы чуть-чуть оттягивались вниз, чтобы меньше пушились. Кстати, по поводу вот этой электризации волос. Если волосы пересушены, они начинают электризоваться, потому что на них очень большое количество ионов, которые позитивно заряжены. И вот эти позитивно заряженные ионы начинают друг от друга отталкиваться, и волосы начинают вот так пушиться. Обращаем внимание на увлажняющие компоненты в составе уходовых средств, для того, чтобы избежать электризацию волос. Я не поклонник вот этих сухих антифризов для волос, антистатиков, потому что они не решают проблемы. Если же к вопросу ухода за волосами подойти более внимательно, тогда никакие вот такие антистатики вам не нужны будут. Вернемся еще раз к этому кондиционеру. Он идет объемом 385 мл. В составе нет сульфатов. Он имеет приятную такую, очень ближе к профессиональной отдушку. Вот это еще дополнительно масло Кукуй, оно имеет не только увлажняющий эффект, оно имеет целый ряд полезных ухаживающих свойств для волос. Вот это именно самая любимая версия кондиционеров из вот этого бренда OGX. По поводу шампуней, которые этот бренд точно так же имеет, ну шампунь меня особо ничем не впечатлил. Шампунь я использую более дешевый, и это никак не влияет на конечный результат после использования кондиционера. Вот честно, никак. В прошлом году у меня был шампунь из этой же серии. То есть сейчас мне эффект нравится даже немножко больше, чем в прошлом году с использованием шампуня от бренда Estelle. После того, как я волосы очистила, увлажнила дополнительно кондиционером, следующий шаг, который я использую в своем уходе, это вот такой тоже кондиционер, но который наносится на волосы, которые подсушены уже полотенцем. Это идет двухфазный кондиционер, он встряхивается перед тем, как распылять на волосы. Он имеет питательные и восстанавливающие свойства для волос. Поскольку я пользуюсь термоприборами для волос, после каждого мытья головы я использую фен. А это достаточно такой травматичный процесс для волос, поэтому я всегда обращаю внимание на то, что мои волосы также нуждаются в восстановлении. Вот это прекраснейшее средство для этих целей. Оно очень легкое, невесомое. Распыляю на волосы, оно моментально впитывается. Оно никак не мешает дальнейшей укладке волос абсолютно. Ну и также не могу сказать, что оно супер как-то содействует укладке волос. Единственный метод, где мне понравилось применять это средство, это когда я делаю такие кучеряшки в технике Raw Curls. Это волосы наматываются на шнурочек, завязываются и ложимся на ночь. Тогда кучеряшки получаются более такие цельные и гладкие, блестящие, крутые. В общем, средство, которое имеет несколько таких действий, где я могу его применять. Я безумно им довольна. И я даже скажу больше, что я это средство в течение дня могу наносить два раза. Утром и вечером. И волосы от этого только говорят мне спасибо. Бомбическое средство. Это средство от бренда Breville, линейка Numero. Если вы знакомы с их масками, очень популярные маски Numero, с овсом, с экстрактом овса, вот это средство имеет точно такую же отдушку. И я бы сказала, что у них действие где-то чем-то похоже. Потому что маска-то у меня тоже есть. А вот это как экспресс, уходовое средство. Далее я уже перехожу к сушке волос. Конечно же феном. Но обязательным шагом перед тем, как высушивать волосы, я использую термозащиту. Это обязательное условие. Если вы обращали внимание, когда были у парикмахера, что они что-то вам наносят на волосы перед тем, как сушить феном, это термозащита. Это обязательное условие. Термозащита, она защищает ваши волосы от излишней сухости, от излишнего испарения влаги. Она как будто ваши локоны обволакивает в такую пленочку, чтобы влага оставалась внутри самого кортекса и кутикула не пересушивалась. У меня допустим термозащита от Tresame. Флакончик идет объемом 200 мл. У меня он быстро заканчивается, потому что я регулярно пользуюсь этим средством. У меня термозащита идет с выравнивающим эффектом. И это дополнительный плюс, потому что оно действительно работает. Мои волосы быстрее выравниваются. Я меньше трачу времени на сушку, соответственно, я меньше пересушиваю волосы, меньше термического воздействия, меньше повреждения для волос. Термозащита это действительно обязательное условие, если вы используете фен, выпрямитель, плойку. Так вы свои волосы в разы защищаете. А если волосы защищены, значит они будут намного здоровее и блестящие. Также еще один момент, когда вы используете фен, либо вы задаетесь на данный момент вопросом покупки данного прибора, либо выпрямителя, обращайте обязательно внимание на наличие функции ионизации. Это очень важный аспект, поскольку большинство уходовых средств, сушка волос, она наши волосы заряжает позитивно заряженными ионами. Функция ионизации наоборот, добавляет нашим волосам негативно заряженные ионы. И в таком случае волосы не будут вот так электризоваться. Функция ионизации еще дополнительно благоприятно воздействует на то, что волосы не пересушиваются, в них больше сохраняется влага. И на это тоже очень нужно обращать внимание, если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели максимально здоровыми. Также не помешает, если пластины, либо нагревательные элементы в приборе, который вы выбираете, будет с керамическим покрытием. Так пересушивание волос уменьшится где-то на 50%. Следующим этапом, после того, как мои волосы уже высушены, я дополнительно наношу увлажняющую сыворотку у меня от бренда Velcos серия Confume. Мне ее достаточно буквально где-то 2 нажатия. Растираю в ладошках, распределяю по длине волос, не затрагивая корней. Она быстро впитывается, она имеет такую маслянистую основу. Никакого жирного блеска, либо ощущения через некоторое время после того, как она впиталась, не остается. Волосы после ее нанесения становятся еще более блестящие. И действительно есть ощущение, что волосы еще и дополнительно увлажнены. То есть вы можете использовать любые сыворотки, не обязательно этого бренда, но которые идут с эффектом увлажнения. После того, как вы волосы высушили, хотя бы чуть-чуть распределите, чтобы восстановить вот этот водный баланс кутикулы и кортекса волос. Также где-то 2-3 раза в неделю я могу использовать на волосы сухое масло. Но здесь обязательный момент, что это масло должно быть с увлажняющим эффектом. У меня идет та же серия, что и кондиционер от этого же бренда. Это идет средство с маслом ореха кукуем. Масло сухое. Оно быстро впитывается в волосы. Никакой маслянистости, жирности на волосах не остается. Не путаем сухое масло от классического масла, потому что классическое масло оно оставляет жирность и его нужно наносить буквально там 1-2 капельки хорошенько в ладошках растереть и распределить по волосам. Но у меня для такого масла есть другой лайфхак. Я с таким маслом делаю предварительно маски для волос перед тем, как я их буду мыть. То есть я масло очень обильно наношу на кончики, хожу минут 30, после чего я уже иду ко всем своим основным процедурам. Такое я делаю буквально 1 раз в неделю, либо 1 раз в 2 недели. Не часто, потому что у меня кожа головы жирная и часто такие маски для моего типа волос и кожи головы не подходят. Данное же масло, повторю, что оно сухое, никакой жирности не оставляет, невесомое, волосы от него не утяжеляются. Оно также имеет эффект антифриз, потому что вот это масло ореха кукуй, оно очень хорошо увлажняет наши волосы. И последнее средство, которое я покажу, это тоже из категории экспресс средства, которое я вот чувствую, что у меня волосы в течение дня очень сильно подсушились, и мне вот надо какое-то увлажнение. Я беру вот такой распылитель от бренда доктор Санте. Оно идет с увлажняющим эффектом. С кокосовым маслом. Отдушка здесь вот как у вот этого батончика баунти, что прям хочется это средство съесть. Но когда действительно я вижу, что волосы в течение дня где-то пересушились, я быстренько беру вот этот распылитель, разношу на волосы, волосы приходят в нормальное состояние. Они, кстати, у меня, поскольку волосы вьются сами по себе после нанесения какого-либо средства из этого обзора, после того, как средство впитается, они не становятся волнистыми, при том, что я их постоянно выравниваю. Это такое экспресс средство. То есть, если вы в течение дня выходите на улицу, возвращаетесь в помещение, выходите на улицу, возвращаетесь в помещение, видите, что ваши волосы сходят с ума, у меня вот таких два экспресс средства. Одно питательное и второе увлажняющее, которые не требуют нанесения на влажные волосы. Они наносятся вот как раз на сухие волосы. Обалденные средства. И если я вот знаю, что я буду вот такая беготня в течение дня, то я эти средства наливаю в небольшие флакончики, бросаю к себе в косметичку, и я знаю, что мои волосы будут хорошо себя чувствовать в течение дня. Я очень надеюсь, что это видео для вас было очень познавательным, интересным, полезным. Возможно, вы что-то узнали новенькое для себя. Если это так, не забудьте поддержать это видео пальчиком вверх. Если вы не подписаны, подписывайтесь, дергайте за колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. На сегодня я с вами буду прощаться. В комментариях пишите, какие темы о волосах вас интересуют больше всего. И мы с вами об этом обязательно поговорим в следующих обзорах. Пока, лисички. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok